Деньги, которые приходят в город, по суммам большие, должны прежде всего по возможности поработать в городе. Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев призвал поддержать новые идеи и местных производителей. Сборная Красноярского края по синхронному плаванию презентовала жителям Каннска итог двухнедельных тренировочных сборов. Чин великого освящения воды и торжественные богослужения прошли во всех храмах юга края. В Минусинском Спасском соборе не протолкнуться. Сотни верующих пришли принять участие в божественной литургии. Многие поспешили набрать освященную воду из купели, ведь по народному поверию это лучшее средство от всех болезней. В Крещенскую ночь многолюдно и на пруду у поселка Солдатова. Он находится в 12 километрах от Минусинска. И именно здесь уже несколько лет подряд обустраивает купель. Несмотря на мороз, в ледяную воду погрузились сотни людей, священники, верующие жители города и района. Купание – традиция исключительно народная. К церковным канонам и таинствам оно отношения не имеет. Однако духовенство этот обычай поддерживает и одобряет, в том числе и собственным примером. Так священники и прихожане повторяют деяния Христа, который принял крещение от Иоанна в реке Иордан. И было явление Святой Троицы, был слышен глаз Отца Небесного, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И также Дух Божий, как голубь, сходил на Спасителя. Поэтому праздник называется также в простонародье Бога явления. В городе Назарова в Крещенскую ночь традиционно купаются в двух местах. В районе плотины Назаровской гресса река Чулым не замерзает. Купель вырезают под так называемым Ачинским мостом. Здесь обряд освещения воды начался за час до полуночи. К этому времени пришло не слишком много людей. Основной поток купающихся начал поступать после 12 часов ночи. Количество зевак было больше, чем тех, кто набрался смелости окунуться в ледяную воду. Традиционно первым в воду вошел настоятель свято-покровского храма. В этом году было много тех, кто решил искупаться в Крещении впервые. Были и те, кто делает это ежегодно. Вы знаете, чувствую, душа моя летит в рай. Ведь на самом деле, даже после такого окунания в холодную воду и выход потом, где температура ниже 20, они все равно в последующем-то и не болеют. В Канске уже несколько лет не делают Иордане. Все дело в том, что течение в районе города слишком сильное. Купаться там просто опасно для жизни. А вот в Каннском районе Иордании целых две. Одна из них расположена в селе Красный Маяк. Вторая расположена здесь, в селе Бражное. И это одна из самых популярных Иорданий. Несмотря на то, что сейчас примерно минус 40 градусов, здесь собралось порядка 150 человек. В том числе и наша съемочная группа. Именно сам праздник происходит, как богослужение в храмах будет. И будет великое освящение воды после божественной литургии. И вода будет раздаваться во всех православных храмах. Как раз люди будут ее набирать и использовать уже дальше по назначению. Праздник крещения отмечают и на железной дороге. В частности, вот в этом поезде. Его еще называют поезд здоровья. Помимо медицинских вагонов, здесь есть и храм на колесах. Сейчас передвижной консультативно-диагностический центр доктор воина Ясенецкий Святой Лука находится на севере региона. В праздничный день он работает в Енисейском районе на станции Обалакова. В вагоне-храме происходит все, как и в обычной церкви. Литургия и освящение воды. Сегодня это делает отец Алексей из соседнего Лесосибирска. Вообще же постоянного священника в поезде нет. Служить сюда приглашают местных священников на время стоянки. И они меняются по ходу движения по просторам Красноярского края. С утра в храме немноголюдно. Зато накануне вечером было не протолкнуться, говорят работники поезда. Сейчас у нас врачи работают, проводники некоторые тоже после ночной смены получаются. Поэтому так более тихо, скажем, проходит. Вчера полный храм был народу. Вадим Медведев призвал поддерживать новые идеи и местных производителей. Накануне такие задачи он поставил перед руководителями муниципальных предприятий. В условиях кризиса, когда финансовых ресурсов не хватает, необходимо усилить эффективность работы. Для этого надо внедрять новые технологии и активно взаимодействовать с людьми и компанией, предлагающими что-то новое. Железногорск должен стать территорией, где новые практики внедряются в работу всех без исключения предприятий. Глава сделал акцент на коммунальном хозяйстве и пассажирских перевозках. Также Вадим Медведев считает необходимым содействовать местным производителям. Я говорю это публично, с участием в СМИ. И это должна быть нашей общей позицией. Деньги, которые приходят в город, по суммам большие, должны прежде всего по возможности поработать в городе, дать максимальный эффект и по работе, и по загрузке, и по финансовому результату. Это первое подобного уровня официальное обращение главы к руководителям предприятий. Раньше разговор этот был преждевременным, считает Вадим Медведев. Сейчас в Железногорске сдана первая очередь промпарка, решены энергетические вопросы. Инфраструктурно город стал доступнее. Это, по словам Вадима Медведева, можно почувствовать по транспортным развязкам внутри города и в направлении краевого центра. На уровне правительства региона прорабатываются правила работы с резидентами промпарка. Им предоставят особые условия – бесплатную аренду, краевые и федеральные льготы. Теперь есть куда приглашать инновационный бизнес. Еще в прошлом году отдел по развитию проектов «Критби» в Железногорске составил список интересных инновационных проектов, которые можно внедрить в городе. Ближайшие, которые нам было бы очень интересно внедрить, это диспетчерская единая служба по сервисам. Сотехники, электрики и всего остального. Есть специальные разработки в Самаре. Один из наших проектов является совместным самарскими разработчиками. И мы хотим их системы пробовать в Железногорске. Очень удобная, эффективная система. Посмотрим, как это все реализуется. Хочется, чтобы в городе на вас и на вас были не только на закрытых предприятиях, но и в нашей городской среде. Также в проработке находится предложение одного из малых предприятий Железногорска, которое делает воздухообменники на пластиковые окна. Их опыт, к примеру, можно внедрить, когда будут осваивать средства, выделенные из городского бюджета на замену окон в школах и детских садах. Есть проекты и у объединения молодых инженеров Железногорска. На данном этапе необходимо скоординировать работу бизнеса муниципальных и градообразующих предприятий. У кого-то есть недозагруженные площади, да, у предпринимателей есть тоже нужда в получении каких-то услуг, которые они, я знаю, оказывают им в Красноярске где-то, да, потому что они здесь не могут это получить, допустим, там на станках что-то выточить или это. У нас такая возможность, думаю, есть. Сейчас мы скоординируем эти действия и в этом направлении будем развивать наше внутригородское сообщество вот такое по новым технологичным производствам. В этом году будут созданы рабочие группы из депутатов, чиновников и предпринимателей. Все заинтересованные смогут обсуждать ситуацию на рынке, проблемы, искать выходы и конкретные проекты. Вадим Медведев обещал свою личную помощь и, если понадобится, продвижение через правительство региона. Справиться с эмоциями непросто и есть от чего переживать. На татаме решается, кто сможет получить путевку на престижные чемпионские состязания. Первенство Сибирского федерального округа Ачинск проводит уже в третий раз. Юноши и девушек из разных регионов страны здесь уже принимали в 2011-2012 годах. Дзюдо для Красноярского края является базовым видом спорта. Это говорит само за себя. Очень география по краю разбросана. Во всех территориях имеются секции, группы. Дзюдо, оно граничит с самбо параллельно. Поэтому у нас в дзюдо очень рад. Первенство Сибирского федерального округа – одно из крупнейших спортивных событий края. В этом году за победу здесь сражались свыше 500 спортсменов. Это юноши и девушки до 18 лет. Стас занимается дзюдо 6 лет. За две недели до этих соревнований юноша усилил нагрузку. По две тренировки каждый день. И это дало результаты. Молодой человек одержал победу. Ну, достаточно тяжело. Соревнования, сами видите, такого не стало было в уровне. И призеры Российской Федерации собрались. Много хороших ребят. И я даже не ожидал, если честно, такого результата. Главный судья соревнований Григорий Ильин. Один из боев не оценивал, а переживал за его исход. На татаме сражался за первое место его сын, представлявший Иркутскую область. Отпрыска он тренирует сам. Но досадная ошибка привела к поражению сопернику из Бурятии. Прежде всего мы родители. И каждый здесь из присутствующих детей, соответственно, тоже у них есть родители. И, конечно же, переживаешь намного более острее, чем, допустим, своим осветлением. Но, тем не менее, видно, что, так скажем, переживания не переживаниями, но спорт есть спорт, побеждая сильнейший. Сила и ловкость не всегда были решающими. Не справившись с эмоциями, спортсмены допускали промахи, что приводило к техническим поражениям. К примеру, Назаровец, по мнению судей, применил запрещенный прием и проиграл. Соревнования шли два дня. Впервые за исходом можно было следить онлайн. Как и ожидалось, сильными соперниками для наших спортсменов стали иркутяне и новосибирцы. По итогу, Иркутская область заняла 19 призовых мест. Латайский край 13, Новосибирская область 9 призов. Красноярский край занял 15 призовых мест. Наши представители вошли в сборную Сибирского федерального округа и поборются за звание чемпиона России в феврале в Новосибирске. Вот он, итог упорной двухнедельной работы тренеров и спортсменок сборной края по синхронному плаванию. Новая программа станет визитной карточкой сборной на соревнованиях федерального уровня. Мы ее вообще планируем выставить на первенстве России, но еще тоже под вопросом, либо на красе Сибири. Ну, планируем на первенстве России, которое будет у нас 23 февраля в городе Чехов, Московской области. За последний год состав сборной сильно обновился, а потому нарабатывать новые элементы, связки и поддержки приходится на ходу. Представленная программа – это лишь эскиз будущего выступления. Самая трудная работа у спортсменок еще впереди. Постановка программы – это довольно легкая часть по сравнению с тем, что делается дальше. Потому что все движения, которые были задуманы тренерским составом, дети должны осуществить именно так, как это нужно сделать. К сожалению, не всегда у них с первого раза все получается. Плюс им нужно же и выносливость отработать, чтобы они всю программу могли продержаться. Кроме комбинированной программы, сборная края представила зрителям выступления лучших дуэтов и сольные программы спортсменок разного возраста. Труднее всего пришлось самым юным участницам, ведь для них это первое выступление на публике. Это вообще тяжелый вид спорта, потому что это как гимнастика и плавание. Нужно иметь хорошую растяжку, хорошую дыхалку. Мы разрабатываем, мы плаваем на дыхание много. Также выездные сборы организуют ради пропаганды синхронного плавания. Этот вид спорта в крае появился лишь в 2002 году. И пока профессионально им занимаются только в Красноярске. Редактор субтитров А.Семкин